Винтер Грегорий Маркус Северин. Родился 14 февраля 1969 года. Многие знают его как активиста, не побоявшегося выступить против системы, которая давит неугодных. Когда-то он был Григорием Электроновичем Винтером, возглавлял лабораторию радиационного контроля и был уважаемым специалистом. Но он выбрал другой путь. Как координатор движения за права человека в Вологодской области, он боролся за защиту лицов от вырубки, выступал против нарушений в тюрьмах, отстаивал права самых беззащитных. Его борьба не раз приносила ему проблемы. В 2018 году неизвестно и жестоко избил его, возможно, именно за его активизм. Но это было только началом. В период с 2019 по 2022 годы Винтер становится объектом уголовных преследований. За якобы оскорбление власти, в личное распространение ложных сведений его осуждают несколько раз. Государственная машина целенаправленно подавляет его активизм. 24 августа 2022 года следователь по особо важным делам завел новое уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии. Что же такого сделал Винтер? Он написал пост о Буче и Ирпене, осудив насилие над мирным населением. Сердце разрывается, когда смотришь на фото и видео из Буче. Так начинается его комментарий, где он писал о жестокостях войны. Его задерживают 24 августа 2022 года и заключают под стражу. Условия в СИЗО оказываются ужасными. Отсутствие отопления, температура до 4,6 градусов, недостаток медикаментов. Из-за холода Винтер оглух на левое ухо. У него заканчивается инсулин. Администрация не знает, что с этим делать. Правозащитники пытаются передать ему лекарства, но ситуация остается сложной. Позже в октябре его переводят по домашний арест. Грегори более 10 лет занимался спасением кошек, попавших в беду. Он подбирал, лечил и дарил кровь животным. После того, как на Винтер развели уголовное дело, он начал искать для кошек новый дом. У меня сейчас 9 кошечек. Я нахожусь под судом за так называемые фейки в отношении российской армии, которые заключаются с моей стороны всего лишь в одном комментарии. Все кошки найдены были в разных условиях. Как правило, в ужасном состоянии. Все выкормлены с ложечки. Многим сделаны серьезные операции. Понятно, что если меня посадят, кошки останутся одни в квартире. Может быть, кто-то из вас захочет помочь в том, чтобы довести кошечку до новых владельцев. Мы не ждем оправдательный приговор. Это было бы совершенно... Это даже не наивно. Это было бы детской деятельностью, ждать оправдательный приговор. Тем более, мы понимаем, что процесс обгажированный, политический. Я знаю, что на судью частику очень сильно давят. И в то же время мы видим, что большое количество свидетельских показаний ложные. Я не боюсь тюрьмы или зоны как таковой. Потому что все самое страшное, что со мной было в тюрьме, оно уже было. Меня уже били, пытали, издевались, посадили пыточные условия, лишили инсулина, лишили лекарств. Вызывали к заместителю начальника по оперативной работе в СИЗО города Череповца, который говорил мне, что я подонок, что чекисты хотят моей смерти, что в моей смерти заинтересованы судья Гоев, благодаря которому я оказался первый раз под незаконным арестом в тюрьме. Ну и так далее. Вот я через все это прошел. Я не ходил на пикеты, на демонстрации. Я ничего не делал. И зацепка за один комментарий в социальной сети против СВО – это просто предлог, чтобы меня репрессировать. Просто в современной России не нужны люди, которые без каких-либо шор, без прикрас видят, в каких мы оказались условиях, и то, что начало специальной военной операции – это катастрофа. 18 января 24-го года Череповецкий суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Значит, у нас приговор состоялся. Значит, три года. Винтер становится одним из многих, кто осужден за критику действий армии. Винтер страдает диабетом, поэтому мужчине жизненно необходим инсулин, а колония не обеспечивает его необходимыми лекарствами. Медикаменты ему передают волонтеры. УВД-инфо координирует сборы на передачу инсулина и других лекарств. Три года колонии. За что? За пост в интернете. За высказанную боль. Маркус Северин заплатил годами своей жизни за то, что не смог молчать. Как долго еще будут преследовать тех, кто пытается говорить правду?